Рак пристательной железы 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 комплекс мероприятий, они не рекомендованы как стандартные для перферактики развития лимфоцелия. Встречаем ли мы пациентов с лимфоцелия в нашей клинике? Да, встречаем. Мы этого не скрываем. Они у нас есть, и это побудило нас инициировать исследование, которое направлено на снижение частоты развития лимфогенных осложнений после роботоассистированной радикальной простатоктомии, тазовой лимфоэндоктомии. Очень простое исследование, которое состоит из трех групп. Группа 1 – группа фиксации свободного лоскута брюшина, у второй группы пациентов дополнительно мы применяли лимфостатический препарат, лимфоблок, третья группа – контрольная. Рандомизация осуществлялась в соотношении 1 к 1 по временному критерию поступления пациентов в стационар, и наблюдение за каждым пациентом составляло 3 месяца с периодическим выполнением ультразвукового исследования. Существенных различий в предоперационных, интро- и послеоперационных показателях между тремя группами не было. Группа 1 – группа фиксации свободного лоскута брюшина. После завершения роботостированной радикальной простатоктомии, тазовой лимфоэндоктомии, мы выполняем фиксацию свободного лоскута брюшина к лобковой кости. Начало шва мы закрепляем примерно на 1 см латеральной средней линии свободного лоскута брюшина справа, затем соединяем шов с противоположной стороны таким образом, чтобы свободные края брюшины были повернуты в сторону мочевого пузыря. Далее проводится фиксация свободного лоскута брюшина к ее центральной части, а именно к лонному сочленению. При этом свободный лоскут брюшина остается натянутым до лобковой кости, сохраняя свободные окна латерально с обеих сторон, где доступны подвздошные сосуды, запирательная ямка для свободного оттока лимфатической жидкости, брюшную полость, где происходит ее резорбция. Вторая группа пациентов дополнительно мы применяли лимфостатический препарат «Лимфоблок». После выполнения тазовой лифоденктомии фиксации свободного лоскута брюшины мы орошаем поверхность зоны тазовой лифоденктомии данным препаратом. Данный препарат имеет нейтральный PH, поэтому мы спокойно его абсолютно используем на любой поверхности без риска термического химического повреждения. Мы используем один флакон 50 мл на одного пациента по 25 мл на каждую сторону, справа и слева. В зону операции всегда устанавливаем страховой дренаж, который стараемся удалить на следующие сутки после операции. Стоит отметить, что после установки последнего мы перекрываем страховой дренаж для того, чтобы предупредить своевременный отток лимфостатического препарата из зоны операции. Группа 3 – контрольная группа. В контрольной группе пациентов свободный лоскут брюшины в конце операции оставался свободно лежать, как показано на данном слайде. В послеоперационном периоде лимфоцелия имела место быть у 8 пациентов, у 2 пациентов в группе фиксации, у 1 пациента применение препарата лимфоблок и у 5 пациентов в группе контроля. Стоит отметить, что лимфоцелия в группе фиксации, а также применение лимфостатического препарата, они были асимптоматические и не имели абсолютно никаких клинических проявлений. Симптоматическая лимфоцелия была диагностирована у 2 пациентов группы сравнения. В этом заключении хочется сказать, что начав активно использовать разработанную метафиксацию свободного лоскута брюшина-колобковой кости при роботостивной радикальной простатоктомии в комбинации с применением лифтатического препарата «Лимфоблок». В нашей клинике пациентов с лимфоцелем, пациентов с симптоматическим лимфоцелем, которых мы встречали раньше, мы встречаем значительно реже, значительно меньше. Спасибо за внимание. Константин Сергеевич, спасибо большое за представленную работу. Мне, по крайней мере, кажется, это очень практически применимая и важная работа, которой Вы занимаетесь. Подскажите, пожалуйста, что такое за рандомизация по временному критерию? Простая, я понимаю, блочная тоже, адаптивная тоже есть. Что такое по временному интервалу? Я условно выразил, пациенты поступают в клинику, и каждый следующий пациент, если он соглашался, участвовав в исследовании, он по очередности рандомизируется в разную группу. Просто на самом деле такой рандомизации нет. Нет, это может дать в последующем при публикации большой минус в Вашей работе, поэтому продумайте, что это за рандомизация. Хорошо, спасибо. И, соответственно, второй вопрос. Ваша клиника обладает одним из самых больших опытов по роботическим операциям. Какой предполагаемый объем выборки в Вашем исследовании? Потому что у Вас предполагается рандомизация на три группы. В настоящее время это данные промежуточные, эта работа продолжается. В данный момент в этом исследовании участвует порядка около 145 пациентов, которые, последние пациенты, они находятся на разных этапах обследования после операционного периода. В данный момент около 140, я думаю, около 200 мы наберем. Не кажется ли Вам, что это будет не совсем достаточно для рандомизации пациентов на три группы? Рассчитывали ли Вы выборку? Вы знаете, сейчас работа идет, я пока не готов ответить на этот вопрос, поэтому какие-то окончательные данные мы получим больше. Наверное, вопрос главный. Что такое лимфоблок? Из чего он состоит? Сколько он стоит? Сколько надо потратить денег, чтобы предотвратить одно лимфоцелие? Меня это интересует. Лимфоблок, по сути, это гемостатический препарат, но он обладает плюс-лимфостатическим эффектом, и основной его механизм действия связан с тем, что взаимодействие с белками лимфатической жидкостью он формирует специальный полимерный комплекс, который, по сути, блокирует лимфорию простым языком. Опять же, если мы сравниваем его стоимость с другими гемостатическими препаратами, которые есть исследования и показывают, что они эффективны, он значительно ниже. Стоимость лимфоблока 50 мл стоит около 20 000 рублей. Можно еще один такой, может быть, комментарий, вопрос? То, что Вы показываете, это больше похоже на выполнение так называемой стандартной лимфодисекции, и удаляются лимфоузлы, собственно, в общей большей степени из аптуроторной ямки. Но, может быть, набрать еще одну группу, где будет выполняться более расширенная лимфоденоктомия? Это раз. И второй момент. Я знаю, что, ну, в общем-то, и мы это используем при роботестированной простатоктомии. Я знаю, что вот Евгений Валерьевич это использует. Когда мы не опускаем урахус, не отсекаем его, а заходим, отсекаем, отсепаровываем брюшину, и заходим справа и слева, заходим инструментами, выполняем простатоктомии. Собственно говоря, может быть, еще имеет смысл, потому что это очень хороший метод в том плане, что боковые поверхности также открыты, и лимфоотток идет в брюшную полость, где лимфа всасывается. И, в общем-то, удаление дренажа на первые сутки, который ставится в генетатическую цель, решает в большей степени вопрос лимфоцели в последующем. Может быть, набрать группу именно такого плана, что без пересечения урахуса, чтобы брюшину, этот свободный лоскут вообще не формировать? Спасибо огромное за комментарий, все внимательно посмотрите. Если позволите, тоже хотел попросить вас в будущем. Есть такое понятие «малая выборка», это 30 пациентов. Вы чуть-чуть не дотянули для каждой группы. От 30 пациентов уже можно нормально статистически обрабатывать. И здесь, конечно, не хватает для того, чтобы вот так говорить, что лимфоблок был хорош, хорошего анализа. Ну, корреляция есть или нет. Потому что мы все хирурги оперируем одинаковый больной, одинаковый объем лимфодисекции. Но одного будет лимфорей, а другого нет. Вот для того, чтобы доказать, нужно все-таки проанализировать эти факторы. Там все должно быть, индекс массы тела, вплоть до того, кто оперировал. Даже это влияет. Спасибо. Пожалуйста, учтите будущее, пожалуйста. Спасибо. Спасибо большое за доклад. Спасибо. 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 Спасибо.